О! Прям по лицу! Моё лицо! Маккейзерское лицо! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы снова играем в The Lone Dark! И это, наконец-таки, новый четвёртый эпизод этой прекрасной игры! Что нам нужно сделать, чтобы начать его? Что-нибудь мы сейчас сделаем и начнём! Вот он начинается! Дохлый заключённый! Думаешь, меня посадили в этот автобус за хорошее поведение? Это этот автобус в Чёрный Камень! Чёрный Камень? Ну, ты знаешь, федеральная тюрьма Чёрный Камень! Хе-хе! Туда сажают худших из худших! Тех, кто недостоин жить на материке! А это показывают в предыдущих сериях! Алло! Это неотступная мельница? У вас есть доктор? Нам нужен врач! Медицинская помощь! Хочешь что-нибудь? Ты должен доставить моё сообщение! Сделать это за меня! Оно важное! Спроси Эдвуд! Зверолов! Эдвуд понял! Зверолов Джеремья! Эдвуд поймёт! Эдвуд поймёт! Пароль! Окей! Только и всего! Эдвуд поймёт! Как я закончил! Она выглядела не очень! Она? Она? Не волнуйся, пилот! Вы с ней скоро встретитесь! О! Прямо по лицу! Моё лицо! Маккензерское лицо! Куда меня тащат? И зачем? Зачем мы должны тащить этого говнюка? Он слишком тяжёлый! Заткнись! Здесь Маккеша подойдёт кое-что другое! Они приближаются! Слыхал о том, что случилось с Ликклером? Не верь всему, что говорят, кретин! Стрела в груди, мужик! Прямо в груди! Волки так не делают! Да ладно! Волки не стреляют из луков! Неужели ты сам догадался? Иди ты! Ах, нога тела! За нами кто-то охотится! И это не только волки! Мэтис с этим разберётся! Да что мы вообще здесь делаем? Я могу смотреть? Нет, не могу! Не забывай про план! Сначала вытащим Донора! Донор! Чокнутый ублюдок! Бред собачий! Чёрт! Он очнулся! Воды! Эй! Мэтис! Он пришёл в себя! Это заключённая? Не бей только, пожалуйста! Так-так! Живой, значит! Это не твоя заслуга! А у тебя крепкая башка, пилот! Я говорил тебе, что я упёртый! У него конъективист сильный на левом глазу! Женщина? Та, про которую ты расспрашивал на дамбе? Да! Она ещё там! Теперь ей спешить некуда! Ах ты ублюдок! Расслабься, Маккензи! Ты с ней даже не знаком! Откуда ты? Так, одна старушка, которая заблудилась! Запрела на дамбу, пока я там отсиживался! Увидела меня, начала кричать! Пришлось её заткнуть! Чудовище! Ты даже не представляешь, какое! А почему ты за неё так переживаешь? Эээ... Это не важно! Может, причина вот в этом? Я уже говорил, что я даже не знаю, что это! Ну, ну, хорошо, пилот! Мы всё равно вскроем замок уже скоро! И тогда мы оба узнаем, что внутри! Ах, да, Маккензи! Да? Дерьмово выглядишь! Меня оставят здесь, меня бросят здесь, да? Чёрт, Мэттис! Сколько ещё мы будем нести этого бугая? Завали уже хлебало! Этот бугай может стать нашим билетом отсюда! Так что неси его! И завали хлебало! Вот игра стала ещё брутальней! К диким животным прибавились ещё и дикие люди! Понимаете, как глубоко всё это! И кто из них более дикий? Какого чёрта? Волки! Да! Спасибо, волки! Кусь его! Кусь, хороший мальчик! Хороший мальчик! Впервые я благодарю волка! О, мать! Нет! Держи меня, волк! Чёрт, мне нужна пушка! Отлично! Мы должны что-то делать! Маккензи, вставай! Нужно идти! О, блинушки! Нам придётся потом выследить их и забрать чемодан! Они наверняка не сдохнут сейчас! Где пилот? Они не должны найти меня! Надо освободить руки! Так, и что нам теперь, когда... А, стоп, погодите, давайте! Нет, здесь ничего нету! Нельзя, чтобы они меня нашли! Что у меня вообще есть? Сломанное ребро, растяжение запястья, боль! Меня вообще раздели! Посмотрите, в чём я! О, грустный Маккензи! Давайте бежать отсюда! Ну, мы хорошо бежим с таким-то ребром! Я не знаю, на что влияет ребро в нашем теле! Что оно даёт! При беге какую-то функцию выполняет! Они идут прям вот за мной, получается, да? Мне главное не шуметь! Мэтис будет вне себя! Ну, мы бежим прям очень спокойно! У нас пол-ХП! Тут холодает! Кстати, чё по холоду? Минус 7! Всё, заходим в пещеру! Отлично! Меня не должны видеть! Так, а что мне для этого делать особенно нужно? Кроме как просто идти! Или это меня пугает? Куда он делся? Найди его! Не то пожалейте! Ну, есть какой-нибудь труп! Кого можно здесь облутать? Я уже соскучился по этому! Я хочу лутать! Где мой старый добрый Лонг Дарк? А, не понимаю! Что? Кат-стена нет! Нашли его следы? Нет, ничего! Ну, эти проклятые волки! Как будто в бункере! Упс! Мне нужно покурить! Плевать на волков! Надо быстрее его найти! К чёрту! Пускай бежит! Волки не дадут ему далеко уйти! Послушай, кретин! Мэттис сказал, что пилот наш билет с этого проклятого острова! Разве ты не хочешь вернуться на материк? Геллер! Ты же видел эту стрелу, мужик! Надо найти этого парня, пока Мэттис опять не взбесился! Ты знаешь, какой он в гневе! Пошли! Не хочу выбирать между Мэттисом и волками! Не нравится мне это место! О, сигаретка! Можем что-то сделать с ней? Вот гада взяли, намусорили! Хотелось бы понять демо, у меня нет карты! Что это за местность такая? Ну, очевидно, что это новая местность, но мы должны выйти на что-то знакомое для нас! Окей! Судя по всему, начинается открытый мир! Пока я ничего не узнаю! А, нет, я узнаю это деревце! И это деревце! Я их видел раньше! Везде! И эти пни! И этот снег! Изба! 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 Пила совсем свежая! Но с этой веревкой справится! Что за пила? Ага! Разрезать! Хорош! Оу! Это случайно не... Как называлась эта? Волчья гора? Та карта, она была очень суровая! Судя по всему, нас ждет что-то похожее по суровости! Тут нету даже крыши! Ничего нету! Стоп! Письмо! Думай о том, как ты тут один! Ты бросил нас! И что тебе это дало? Что-то особенное? И ради чего? Девчонного камня? Мы так долго ждали, папа! Думал ли ты о нас, в конце концов? Я рада, что проделала этот путь! Хотя бы ради того, чтобы увидеть, каково это! Жить в таком незащищенном месте! Я присела на минуту, в надежде услышать твой голос! Но услышала лишь вой волков! С любовью, Бонни! Батя решил бросить их, видимо! Ее, и их, и всех! Плоды шиповника еще! Это какой-то другой куст! Да, немножко по-другому выглядит! Ну-ка! Мы можем подняться здесь? Это было как прям в первом эпизоде, помните? На месте крушения мы тоже восстановили силы и начали вот так вот забираться! И шиповник был таким маркером для нас! Главное, чтобы сил хватило! Давай, Маккензи! Давай, Маккензи! Ай, умница! Нет! Как-то весь эпизод бессмысленный получился! И все равно мы в итоге к нему уже пришли! Вот и пригодился твой металлический контейнер! Мы с тобой еще не закончили, пилот! Далеко не уходи! Реально, этот эпизод можно было просто вырезать из игры, он бы ничего не изменил! Вот просто ничего! Ну ладно! Оу! Начинается! Я думаю, не будем пропускать заставку! О, нет, бедная! За что? Кто его? Молли? Женщина сумасшедшая! Как хорошо монтировать выпуск! Можно сменить музыку прямо вот сейчас! Вот! Теперь другое настроение совсем! СЕРАЯ МАТЬ ТВОЮ Все! Мы начинаем! Четвертый эпизод! Интересно, сколько всего планируется? Пять? Глава первая. Тоска черного камня. Тюрьма! Погодите! Реально, мы в тюрьме? Это туда везли заключенных? Она что, заброшенная? Эй, ты очнулся? Эй, я слышу, как ты там возишься. Подойди к окну. Надо поговорить. Встань на унитаз, чтобы дотянуться до окна. Это я отмечаю, сколько я уже здесь дней нахожусь. Книжка, которую нельзя подобрать. Хорошо, давайте встаем на унитаз. Ты кто? Ну, здравствуй. И добро пожаловать в этот сраный цирк. Ладно. Кто ты? К сожалению, я тут главный. Что-то не похоже. Да, обычно я нахожусь по другую сторону решетки. Меня зовут Франклин. Я начальник тюрьмы «Черный камень». А ты кто? Маккензи. Франклин. Что тут происходит? Ситуация такая. Мы с тобой сидим под замком. Мэттис и его бандюки пытаются кое-кого вытащить из одиночной камеры. Мы живы пока что. А значит, мы им зачем-то нужны. Электричества нет уже несколько дней. И помощь вряд ли придет. Похоже на то. Итак, Мэттис, ты его знаешь? О, да. И очень давно. Его осудили за убийство на материке лет 10 назад. Отсидел 7 и вышел по УДО. Тогда я был начальником одной из федеральных тюрем и... Скажем так, Мэттис не горит желанием присылать мне открытки на Роджество. Есть идея, что он здесь делает? К сожалению, да. Он пришел за донором. Донор? А это кто еще? Его сын. Черт. Прямо семейное воссоединение уродов. Мэттис бандит. Но бандит старой школы. Убийство, кражи, угон и ограбление. А вот донор... Он очень похож на отца. Но это еще не все. Понял. Он плохой человек. Он закрыт в черном камне. Понимаешь, что это значит? Мэттис плохой человек, но донор еще хуже. За эти годы я много преступников повидал, но донор... Из-за таких людей начальники тюрьмы не спят по ночам. Он прогнил изнутри. Именно для таких и строят тюрьмы типа черного камня. Таких как донор уже не исправить. Они здесь не для перевоспитания. Их просто нельзя возвращать в обычное общество. Они хотят уничтожить мир, в котором мы с тобой живем. Уж если Мэттис плохой, то донор настоящее зло. Черный камень, значит. Да. Тюрьма строгого режима. Построена сотни лет назад. Пару раз ремонтировали. Настоящая крепость. Выход есть? Видел стены на пути сюда? Я был... Нет. В общем, стены не такие высокие и не особо впечатляют. Знаешь почему? Понятия не имею. Потому что любой безмозглый сукин сын, который надумает сбежать, будет пробираться через 50 километров непроходимой местности. В которой живет куча опасных зверей. Так что удачи найти дорогу, которая ведет отсюда. Ха! Непроходимость! И все сюда мы как-то попали. Да, но выбираться ты как будешь? Лет 20 назад бежали двое заключенных. Они вернулись через 3 дня, полумертвые. Умоляли взять их обратно. И это была середина лета. Я тебя понял. Мы уже выживали тысячу раз. Опять про донора. Понял. Он очень плохой человек. Мэттис пришел сюда его вытащить. Напомни, почему он нас еще не убил? Но тут целая история. Пару недель назад вырубил электричество. Запасные генераторы какое-то время держались, но потом заключенные вырвались и смяли охранников. Они взяли ключи от камеры одиночки, пошли за донором и... На этом бы все и закончилось. Но они не смогли открыть дверь в камеру. Что-то ее удерживает. И это сильно бесит Мэттиса. Это стало плохой новостью. Для нас. С тех пор, как меня заперли здесь, я не видел ни одного охранника. Я опасаюсь худшего. А теперь, когда еще и Мэттис здесь. Но если электричество нет, почему двери до сих пор закрыты? На них установлена механическая защита. Напоминаю, тюрьма очень старая. Хотя это все равно не объясняет, почему донор еще сидит в заперти. Что ты имеешь в виду? По моим прикидкам, они уже должны были освободить его. Но что-то или кто-то им мешает. Хочешь сказать, тут есть кто-то еще? Именно это я и хочу сказать. Но кто? Я не знаю. Но из-за всего этого Мэттис злой, как черт. Так что поводов, хоть для малейшей радости, у меня нет. Черт, они идут. Возвращайся на койку. Что это за тюрьма такая, где есть прям окошко в другую камеру, как так? Ну что, пилот, ты вернулся в мир живых? Пока что. Да. Но от тебя у меня уже голова болит. От одного взгляда на тебя хочется убивать. Нет. Он же не убьет охранника сейчас. Эй, начальник. Кажется, у нас небольшая проблема. Я все никак не могу попасть в одиночку. Ты знаешь, почему? Я уже говорил, Мэттис, в тюрьме есть какая-то система блокировки. Она включилась еще до твоего прихода. Донна просто... Даже не смею произносить его имя. Я ничего об этом не знаю. Парни говорят, кто-то ковыряется в системе. Они говорят, стало еще хуже. Каждый раз, когда им почти удается открыть замок, перед ними встает новое препятствие. Разве не ты был здесь главный? Я. И ты говоришь мне, что понятия не имеешь, как тут все работает. В том-то и дело. Сейчас все работает не так, как должно. Бред собачий. Не трать мое время. И свое тоже не трать. У тебя его не останется. Если мы не откроем ту дверь, Мэттис. Я ничего не знаю. Дай-ка я слежу тебе память. Эй. Эй, Мэттис. Может, не так сильно? Слушай, он может пригодиться, чтобы вытащить его. Мэттис. Он паршиво выглядит. Ты перестарался. Приведите его в порядок. Сейчас нас будут бить. Это целый выпуск, мы смотрим кат-сцены. Игра про выживание, я хочу выживать. О, черт, он совсем плох. Ага. Мэттис стал не управляем. Из-за донора он почти с катушек слетел. Почти? После крушения автобуса он сам не свой. Будто зверь в клетке. А на что он вообще рассчитывал? Помнишь Монреаль, да? О, да. Я не про это, тупый кретин. Помнишь, как Мэттис сбежал? А, это? Меня же там не было. Только слышал в общих чертах. Вот-вот. Приводи начальника в порядок, пока я буду рассказывать. Короче, план был очень хорош. Мэттис его месяцами продумывал. И у каждого была своя роль. Все было как в чертовом кино. Итак, мы выбираемся и начинаем наводить там шороху. Мы выходим к главным воротам. Ох, и шум вокруг. Настоящий хаос. А водила, который должен был нас подобрать, опаздывает. Да ладно, прохладно. Короче, водила подъезжает только минуты через две. Сирены вовсю ревут. Тюремные охранники идут за нами. Ощущение, что нас вот-вот схватят. Все, почти конец. Мы кричим Мэттису, мол, давай, мужик, пора сваливать. Но Мэттис просто стоит и сверит глазами водилу. Смотрит, как удав на кролика. Водила в ужасе. Мэттис подходит к фургону. Медленно. Мы все запрыгиваем туда и кричим, мол, залезай и... И мы видим, как в нашу сторону бегут чертовы охранники. Все. Отдас. Надо уносить ноги. Мэттис. Он вытаскивает водилу из фургона. Поворачивается к нам. Смотрит на нас безумными глазами. И говорит, уезжайте. Спокойным, но грозным тоном. А затем начинает выбивать дерьмо из того водила. Я знал, что в Монреале все было плохо, но чтобы настолько... В общем, мы-то уехали. А вот Мэттис... Копы только в пятером смогли оттащить его от водилы. Задержка водилы его волновала сильнее, чем то, что его снова схватят. Чертов псих. Мэттис не из терпеливых. Он очень не любит, когда план срывается. Очень не любит, когда его подводят. А сейчас накрывается его план вытащить донора. Это лишь вопрос времени, когда он психанет. Как в Монреале. Давай, Маккензи, на свою сторону. Он выглядит плохо, да? И что будем делать? Если он умрет, нам еще хуже будет. Спрашивать будет с нас. Нужно как-то его заштопать. Ну, на пути сюда я видел какую-то больницу. Ништяк. Гони туда за припасами. Чертов с два. Разве не слышишь, там полно волков? Не будь дараком, сходи. Сам туда иди. Почему я это все делаю? Как кто тогда пошел искать Леклера? Я туда ни за что не вернусь. Я это сделаю. Ты что-нибудь слышал? Я сказал, что я это сделаю. Выпустите меня, и я добуду припасы. Мы не с тобой разговариваем, пилот. Сиди тихо и молись, чтобы Мэттис не перевел свое внимание на тебя. Если он умрет, кара падет на вас. Вам оно надо? Кара? Падет? Кто так вообще говорит? Слушай сюда, пилот. Может, закроешь варежку? Разве вам есть что терять? Я схожу туда, на меня нападут волки. Невелика потеря, верно? Погоди, мужик. Это плохая идея. У Мэттиса есть на него планы. Заткнись. Ладно. Ты прав. Ты уже наверняка успел там освоиться. Думаю, пара волков тебе уже не проблема. Мы тебя выпускаем, ты приносишь припасы. Начальник живет. Возможно, мы даже не дадим Мэттису сожрать тебя с потрохами в следующий раз. Понятно. Вы выпускаете меня, я добываю припасы. Начальник живет. Ха, видишь? Он быстро учится. Ты все исправишь, пилот. Только не облажайся. О боже, мой... А почему Мэттис не знает о том, что нас выпустили? А если он узнает? Шевелись, пилот. У начальника не так много времени. И если ты вздумаешь бежать, не забывай, что твой ценный чемодан у нас. Эх... Суровый смертельный мороз. Как же мне тебя не доставало. Он там был, получается, сколько? Несколько недель? Так, мы стоим, пока можем греться. 26 по ощущению. Карта. Нет карты. Хм... Хорошо, пойдемте. Господи, мы полвыпуска проболтали. Такого давно не было. Никогда, точнее, такого не было в игре. Хорошо, давайте начнем обыскивать. Вот уже первая находка. Натсин стеф. Тут ничего нету, это закрыто. Нам нужно будет найти металлолом. Ой, металлолом, просто лом. Ну, пожалуйста, бардачок. Опа. Вот, в кипаре уже иду. Мне уже хорошо. Автобус. Что там у нас? Ткань, газетка. Пока берем вообще все без разбора. Вот он, старый лонг дарк начался. Наконец-таки. Возьмем камешек один, камешек два. Будем кидаться. И последнее. Что это? Спички. Только спички есть здесь. Минус 19 по ощущению. Нам нужно быстренько, быстренько все делать. Смотрите, хранилище. Есть. Закрыто. Необходим ключ от тюремных ворот. Походу, это совсем новая местность. А здесь закрыто. Закрыто. Быстрее. Что-то должно быть открыто. Опа. Что это был за звук? Вы слышали? Волк спрятан здесь. Его закрыли. Погодите. Или нет? А, вот волк. Блин, он как будто прямо вот здесь под ухом был. Так, шустренько. На тебя смотрим все. Опа, записка. Погодите. Архивный отчет. Черный камень. Неписанная история. Том В. Эту работу предложил моему мужу приятель, с которым они служили во флоте. Это было в начале 50-х, и дела у них шли неважно. Как я потом узнала от других жен, в черный камень идут работать не от хорошей жизни. Нам дали небольшую хижину в деревне по соседству с тюрьмой. Большинство работников жили неподалеку, но не все. Кто-то старался держаться от тюрьмы как можно дальше. Даже несмотря на то, что туда было очень тяжело ездить зимой. Я старалась не думать о том, что там происходит. Но это место изменило моего мужа. Он был хорошим человеком. Просто ему не везло с работой. Как и многим в то время. Но остров великого медведя. Он оставил в нем какую-то непонятную грусть. Я ухаживала за садом и писала письма сестрам. Такими мне запомнились эти годы. Бесконечные письма и ожидания, когда сезон закончится и мы уедем. О, мы сейчас прям к волку идем. Погодите, рюкзак. Хорошо, хорошо, хорошо. Лом, гвоздодерчик мой. Гвоздодер есть. А значит нужно будет сейчас вернуться. Бардачки пусто и еще один флеер. Отлично. Слушайте, эта игра такая серьезная стала, что даже, не знаю, как-то не хочется приколюх никаких вкидывать. Я вот просто помню, как когда не было сюжета, игра была мне полностью предоставлена. Она была моей. Теперь я чувствую себя гостем здесь. Хотя именно я продвинул эту игру, я уверен. Никто не играл в эту игру столько, сколько я. Мы идем к волку. Тихо, на корточках. У меня есть безумный план. Камешек. А, ну он специально здесь лежит. Именно это и нужно сделать. Надо кинуть в него камнем. Надо чуть выше брать. А, по сраке попал. Какой-то жалкий волк, очень маленький. Ой. Он на такой панике прям. Олень, олень, вкусный олень. Нам нечем его брать. И мы уже почти замерзли. Опа. Увидел, что я камень взял, сразу зассал. Давайте попробуем напугать его. Мимо. Опа. Да почему? Да почему? А, ломом. Дайте отпор, дайте отпор. Дайте отпор. Черт. Пожалуйста. Пожалуйста. Кто выжил? Вы умерли? С таким воплем я сдох. Окей, нельзя, оказывается, сталкиваться с волками. Хорошо. Простите меня. Не думаю я, что все этим обернется. Давайте прежде чем идти к волку, сначала согреемся. В принципе, просто стоим. Получается. По ощущению, 4 всего. Ой, мы будем так долго отогреваться. Окей, берем факел. Будем ли пугать волка так? Попробуем. Ага. Ой, блин. Нет. Черт. Хорошо, я его избил сразу. Я думал, он испугается. Я думал, сейчас как факелом его вот так побью. В целом, неплохо получилось. Почему-то вот раз я лучше его как-то избил, этого волка. Сразу его испугал. О, нет. Два волка. Три. Целая стая. Давай, забирайся. Пожалуйста. Черт. Он идет? Во. Давай, Маккензи. Закрой дверь. Все. Надо бросать факел. Дверь закрыта. Что ты? Уйди. Уйди. Плохой пес. Я как соседский мальчишка. Стою перед забором и дразню собаку. Опа. Давайте попробуем сейчас. Опа. Есть. Спасибо, Бак. Убежал оскулит. Как же нам пройти-то здесь? Давайте будем по склону идти. Волк не сможет сразу забраться. Понять бы, в какую сторону идти. О, аккуратненько. Так, только... Ааа. Только подумал об этом. Нельзя подворачивать ногу. Ничего. Главное, что мы можем продолжать держать камень. Это не особо нам поможет, но успокаивает немножко. Смотрите, чувак. Есть. Сейчас у нас будет чем отбиваться. Это охранник? Ключ. От шкафчика номер два. Что, ребят, пойдемте. Долго идти не надо. Надо все делать быстро. О, слышите? Слышим. Мы все слышим. Блин, прям здесь. Это совсем не такие волки. У Астрид были такие пушистые, красивые. А это просто какие-то щуплые, уродливые волки. Очень голодные, видимо. Все. Вроде бы безопасно стало. И закрываемся просто. Есть. Ух. Надо бы в теплое место какое-нибудь зайти. Эта дверь не работает. Не работает. Да е-бое. Столько мест, в которые нельзя зайти. Хорошо, выходим обратно. Бух, прям здесь. Прям застегной. Он прям застрял в камнях. Может быть, это мне на руку? Окей. Он пошел. Вот сюда нужно. Закрывай дверь. Есть. Ха-ха-ха. Тупая псина. Так, и что я сюда пришел? Открываем дверь. Это новое место или мы здесь были? Это стопудово новое место, да. Оп. Наконец-то. Хоть какая-то дверь открывается. Закрывай дверь. О, боже мой. Ну что, пора лутать. Неплохо. Набор для шитья. Газеты, книжки. Набор для шитья. Футболка. У-у-у. Опа. Кроссы. Кроссы. Ботинки Маккензи. Они на 0,6. Эти на 0,7. Эти гораздо лучше. На 0,7. Гораздо лучше. 0,7. Лучше. Лучше. Маккензи. Лучше. А здесь у нас пулит. Футболка. 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 Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Вот, сразу стали выглядеть, как человек. Человек выживающий. Сейчас отремонтируем мои штанишки. Остальные шкафчики мы можем просто так посмотреть. Потрепанные джинсы. А штаны Маккензи. Надо их сюда положить. Пусть тут сушатся. Завтра решим все. Потому что нам уже пора спать ложиться. Ибо ночь. Мне кажется, в этой части, в этом эпизоде точно не будет оружия. Поскольку иначе мы сможем просто прийти в тюрьму и убить наших ребят. Наших злодеев этих. Все, идем. Ложимся на кровать. 8 часов прекрасного сна. Мы проснулись. Почтение 8. Мы очень хотим пить и хотим есть. Но все это мы будем пополнять в следующей серии. У нас получился такой вступительный эпизод. Потому что было очень много диалогов, много кат-сцен и очень мало выживания. Но в следующей серии мы вернемся к нашему старому доброму выживанию в The Long Dark. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые эпизоды по этой игре. Либо другой игре, которую я сделаю. С вами был Юджин. И всем напоминаю, что у меня ТикТок теперь есть свой. Там уже 100 тысяч подписчиков. Заходите. Вот здесь вот ссылки в описании будет ссылка на него. Там угарнейшие видосы будут. С вами был Юджин и всем пять!